10 ноября в России отмечают День сотрудников органов внутренних дел. О трудовых буднях служителей закона и истории профессионального праздника расскажет Катрина Тайбарей. Хрупкая внешне, но сильная характером. Виктория Хребкова пять лет назад пополнила ряды сотрудников органов внутренних дел. Когда в детстве у меня спрашивали, кем я хочу быть, я говорила милиционером. Уже в старших классах я понимала специфику работы каждого структурного подразделения в системе МВД. И я для себя решила, что хочу быть следователем, поскольку также родители у меня работали в данной сфере. Окончив юридическую академию, поступила на службу в следственный отдел МВД России по Ненецкому округу. По большей части расследуют уголовные дела в сфере IT. Это дистанционные мошенничества, и поэтому, наверное, 90% – это именно данные уголовные дела. Специфика работы следователя довольно интересна. Ведь в работе необходима внимательность, умение замечать малейшие детали, а также целеустремленность. Работа следователя похожа на пазл. Если разложить элементы правильно, то получится картинка. Если ты разложишь элементы неправильно, то картинки не получится. Значит, время потрачено зря, и нужно начинать все сначала. Служба любого подразделения органов внутренних дел требует большой самоотдачи, а нередко и самопожертвований в пользу работы. Сложности бывают в каждой профессии, но, наверное, действительно, самое основное – это сложно совмещать работу и дом. Потому что работа, следовательно, она требует полное погружение в работу. Это постоянные дежурства в составе следственно-оперативной группы, что тоже требует немало времени и сил. Но, тем не менее, Виктория отлично справляется с поставленными задачами. Следователи отмечают, что в последние годы повысилась раскрываемость дел в такой непростой сфере, как дистанционное мошенничество. Ее рабочий день начинается с планирования. По этому плану я начинаю вести свой рабочий день. То есть, изучаю одно уголовное дело, выполняю определенные следственные действия, а затем беру второе и третье, и так по плану я выполняю необходимые следственные действия по уголовным делам. 10 ноября Виктория и ее коллеги отмечают День сотрудника правоохранительных органов. В этот день, 10 ноября 1917 года, вышло постановление Наркомата по внутренним делам о рабочей милиции. Профессиональный праздник стали отмечать с 1962 года, как День советской милиции. С 1991 года – как День российской милиции. А с 2011 года, после переименования милиции в полицию, праздник получил название День сотрудника органов внутренних дел. В этот день традиционно праздник отмечают все сотрудники органов внутренних дел, сержантский состав, офицеры полиции, внутренние службы, юстиции, работники системы Министерства внутренних дел, а также ветераны. Уважаемые коллеги, поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел Ненецкого гарнизона, ветеранов, работников системы МВД с профессиональным праздником. Желаю твердости духа, решительности, неиссякаемой энергии в достижении поставленных целей, честности и справедливости, оперативной смекалки. Глубокий поклон нашим семьям, которые разделяют с нами все тяготы нашей непростой службы. Отдельные слова благодарности ветеранам, которые посвятили лучшие годы своей жизни в служении Отечеству. С профессиональным праздником, с Днем сотрудника органов внутренних дел. Телеканал «Север» присоединяется к этим пожеланиям. Катрин Тайбарей, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».